Василий Артамонов В ноябре 1943 года наш земляк уже был на фронте. Служил в артиллерии, был наводчиком орудия в 538-м Острелковом полку, который в ту пору воевал на Первом Украинском фронте. В своей батарее Василий Артамонов был самым юным. Не просто было в ту пору воевать наводчиком 45-мм пушки в противотанковой батарее. Этих людей можно назвать смертниками. Живыми из них оставались буквально единицы. Однополчане отзывались о самом юном в батарее бойце с уважением, поскольку с первых боевых дней он показал и умение, и характер. Помимо отличного знания материальной части, Василий обладал редким даром артиллериста-снайпера. Ценили его умение мгновенно разобраться в обстановке, быстро поменять при необходимости тип снаряда. Нравилась его несуетливая сноровка крестьянского паренька, который не блистал богатырской статью, но дело свое делал очень четко. 23 января 120-я Гатчинская краснознаменная стрелковая дивизия начала форсирование по тонкому льду реки Одер в районе города Опельно. Первым через реку переправил свое орудие расчет старшего сержанта Леонида Рогова, в котором наводчиком был младший сержант Василий Артамонов. Своим огнем он обеспечил переправу пехоте и захват важнейшего плацдарма на западном берегу Одера. Их орудие оказалось единственным на этом берегу. Наши артиллеристы выкатили пушку на высотку и поставили у разбитого кирпичного дома. Заняв удобную позицию, они перекрыли движение по дороге, ведущей к плацдарму. В ночь на 24 января гитлеровские автоматчики предприняли контратаку, поддержанную танками. Наводчик, подпустив танки на 300 метров, подбил один из них прямой наводкой. Немецкие бронированные машины повернули назад. Но на следующий день контратаки повторились. Артамонов бил по наступавшим Шрапнелю в упор и обратил гитлеровцев в бегство, уничтожив до 80 фашистских солдат и офицеров. Было подбито 5 вражеских танков. В живых после боя остались только он и командир расчета. С этого клочка земли началось затем наступление на Берлин. За этот бой, благодаря которому наши войска сумели захватить плацдарм и переправиться через Одр, оба артиллериста были удостоены звания Героя Советского Союза. Василий Артамонов закончил войну под Прагой. Он вернулся в родную Санковскую деревню, но вручить ему золотую звезду не успели. Василий Артамонов скоропостижно скончался в октябре 1945 года. Ему в ту пору не исполнилось и 20 лет. Его похоронили в селе Ханеево. В деревне Пригорки установлена мемориальная доска в его честь, а в поселке Санково именем Василия Артамонова названа улица.